Шаббат шалом! С наступающим шаббатом! У нас начинается новая недельная глава Бамидбар. Бамидбар значит дословный перевод в пустыне. Интересная вещь, что эту главу читают, всегда читают прямо перед праздником Шавуот. Шавуот известен праздник, связан с дарованием Торы. Внимание, вопрос. В чем связь между главой Бамидбар, то, что было в пустыне, то, что евреи находились сейчас в пустыне, и дарованием Торы. Почему Тору Бог дал нам, когда евреи были в пустыне? Почему Тора не была дана в цивилизованном месте, в цивилизованном городе каком-то красивом, там окружении, хотя бы в лесу пускай будет, но где-то, где есть жизненность. Пустыня – это место, где нет воды, нет еды, нет ничего. Это пустыня. И Тора была дана именно в пустыне. Отвечают мудрецы так. Мудрецы говорят, что когда человек хочет принимать какую-то новую идею или изучает новую идею, то в первую очередь он хочет посмотреть, если окружающая среда вокруг него воспримет эту идею. То есть не может человек сразу взять новую идею и прийти, и сразу сказать, вот, ребята, вот эта новая идея, давайте жить с ней. А Тора была дана нам в пустыне, чтобы показать нам, что мы восприняли Тору, еврейский народ, не основываясь на окружающей среде. То есть окружающая среда не была тем показателем, который говорит нам, если это хорошо, мы возьмем, если это не хорошо, мы не возьмем. Нет. Евреи приняли Тору с словами на асе в инишма. Мы сделаем ее, а потом посмотрим, что там написано. То есть вот эта идея принятия на себя законов Торы, которые мы должны делать, не основываясь на том, что скажет мой сосед, мой друг, мой брат, мой сват, а именно потому, что это сказал Бог. Интересная есть история, это как Машал, такой пример, как один профессор сделал эксперимент у себя в классе. Он выбрал 20 студентов, и из них подговорил 10 студентов, сказал, я спрошу вопрос у вас, а потом я сделаю эксперимент на других десятерых. Какой вопрос он спросил? Он нарисовал на доске два квадрата, один большой красного цвета и один маленький синего цвета. И он спросил у этих десятерых, которых он подговорил, какой квадрат большой? И они все показали на маленький, на синий квадратик. Тогда он начал свой эксперимент, и он спросил у второй половины класса, какой квадрат большой? Семь человек из десятерых показали на маленький квадратик на синий, потому что у них было такое влияние, что все ответили на синий, это неправда, ну какое дело мне? Главное, чтобы они не отличиться от других. Показали на маленький. Двое из них сказали, мы не хотим отвечать, и один сказал, показал, что большой квадрат красный. И он показал на большой. Не испугался, не постеснялся, что скажут его, что все ответили так, все показали на маленький, а он вдруг отличился и показал на большой. Дорогие друзья, очень часто в нашей жизни мы смотрим, что скажет мой сосед, мой друг, мой брат. Мы смотрим глазами других, глазами, которые влияют на наше мнение. Но правда, она одна. И выбрать правду не надо основываться, когда мы выбираем правду, мы не должны основываться на том, что скажут другие. Поэтому наша глава называется «Бамидбар» в пустыне, чтобы намекнуть нам, что мы выбрали Тору с позиции пустыни, с позиции, где мы не смотрим, что скажут другие, где ты один, нету никого, с пустыни, с идеей, что только ты, твоя душа, твои мысли и Бог. Нет никого. И мы выбрали Тору. Мы не должны смотреть на то, что скажут другие. И принять Тору такой, какой она есть. Словами, НАСА ВНЕШМА. Шабет шалом.